МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей в студии Асим Кощегулова. И в начале выпуска коротко о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускники 2017. Отныне выпускники школ, желающие получить высшее образование, будут проходить двойное испытание. Нюансы системы разъясняют педагогам области. Сколько стоит не болеть цены на лекарства, даже на препараты первой необходимости, сегодня никак не регулируются. Их диктует спрос. Оазис в сугробах. В Волокольском районе выращиваются собственные овощи. Дешевле импортных аналогов и качественнее, заверяет выращивающие их предприниматели. А все дело в технологии. В Казахстане разработана долгосрочная программа по развитию угольной промышленности. Она рассчитана до 2030 года и предусматривает амбициозные задачи. По мнению разработчиков, ее реализация позволит улучшить экологическую обстановку в регионах, поднимет объем добычи угля и повлияет на увеличение экспорта отечественного топлива за границу. Об этом стало известно в ходе очередного заседания правительства, прошедшего под председательством премьер-министра страны Бахачана Сагентаева. Всего в прошлом году отечественными угледобывающими компаниями было произведено 98 миллионов тонн угля. Резкое снижение показателей обусловлено рядом причин. Эксперты уже утверждают, что это следствие мировых процессов по переходу к зеленой экономике. Обсудили участники правительственного заседания и вопросы развития неправительственных организаций. В частности, взаимодействие представителей третьего сектора с государством. К слову, только за последние 10 лет количество неправительственных объединений в Казахстане возросло в 100 раз. Сейчас по всей республике насчитывается свыше 18 тысяч тонн. Почти половина из них в списке бездействующих, а между тем НПО под силу реализовать даже масштабные проекты. В качестве успешно работающих программ министра здравоохранения и социальной защиты Казахстана Тамара Адусенова привела в пример проект житесудского активиста Ельдоса Абайл-Шпаева. Руководитель Толдукурганского фитнес-клуба для инвалидов буквально недавно стал обладателем международного гранта. Глава Кабмина выслушал докладчиков и поручил улучшить партнерство НПО, государства и бизнеса, ужесточить контроль за представителями третьего сектора и увеличивать средства, направляемые в виде грантов. В области сейчас создано и действует около одной тысячи общественных организаций. На обеспечение госзаказа из областной казны выделено свыше полутора миллиардов тенге. Здесь нужны активно работать внутренняя политика, молодежная политика, соцзащита и здравоохранение. Вы работаете. И вот то, что вот этот парень, как пример его приводили, я знаю, это его самого инициатива. Я его, этого парня знаю, несколько раз видел, насколько героический парень. Дух у него не волонался, а наоборот, он начал помогать тем людям, которые инвалиды детства. Вот таких людей мы должны на руках носить и поддерживать, и помогать. Расходная часть бюджета Талдукургана за 2016 год выполнена на 100%. Освоено 35,5 миллиардов тенге. При этом 30% средств были направлены в сферу здравоохранения и образования. Об этом во время отчетной встречи с населением рассказал Аким Талдукургана Багдад Карасаев. По его словам, прошедший год для областного центра был успешным. И на 2017 ожидания хорошие. Из года в год в областном центре растет объем жилищного строительства. Так, в 2016 сданы 125 тысяч квадратных метров жилья. Но этого недостаточно, если учесть, что в очереди за жильем стоят порядка 14 тысяч талдукурганцев. Поэтому в планах на текущий год сдать около 1300 квартир. Это по меньшей мере 15 домов. На контроле и ремонт дорог отметил Багдад Карасаев. Более 5 миллиардов деньги, это в 2,5 раза больше, чем было в 2015 году. Были направлены средства на ремонт дорог. Всеми видами работ было охвачено 48 улиц, общей протяженностью 61 километр. Я еще бы хотел сказать, что в этом году и в прошлом году акцент был сделан на второстепенные дороги. Если кажется, что мы в центре только обустраиваем и строим дороги, так я вам скажу по анализу, 80% были деньги добавлены на второстепенные улицы. 17 километров дорог, 11 улиц по окраинам дорог. В этом году эта тенденция у нас будет продолжаться. В городе снизился и уровень безработицы. Только в прошлом году около 4 тысяч младых специалистов устроились на постоянную работу благодаря государственным программам. В Талдукургане улучшается и демографический показатель. Согласно статистике, сегодня в областном центре проживают более 167 тысяч человек. При этом ежегодно на свет появляются около 3 тысяч младенцев, что в свою очередь требует открытия новых детских садов и школ. Мы в прошлом году открыли 12 детских садов на 817 мест. И достигли показателя, который мы и планировали, 87% – это обеспечение детских садов, детей от 3 до 6 лет. Хотя на сегодняшний день, на 1 января, этот вопрос остается. И сегодня в очереди стоит порядка 9860 детей. В этом направлении работа будет продолжена, уверяет Багдад Карасаев. В текущем году свои двери распахнут две школы на 1200 мест. Работу начнут музыкальная школа на 300 детишек, поликлиника и детские сады. Запомнится текущий год талдукурганцам и открытием различных социальных объектов. В этом году, в 17-м году, будут построены и сданы в эксплуатацию выставочный комплекс, комплекс этно-аула в парке Жастар, Салтанат-Сарая, драматический театр. В этом году в город пришел газ. Теперь перед Акиматом стоит задача создать распределительную сеть. Планируется также обновить общественный городской транспорт и внедрить электронную систему оплаты проезда. Асим Кощегулова, Мадина Бериххазан, Ржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Традиционные отчеты Акима всех уровней проходят сейчас повсеместно. На этот раз перед населением о проделанной работе за 2016 год и о планах на перспективу поделился Аким Кербулакского района. В отчетные встречи, прошедшие в селе Карашока, приняли участие и наши корреспонденты. На территории сельского округа Карашока проживают около 2200 человек. Основное население занимается земледелием либо животноводством. Здесь действует 80 малых и средних крестьянских хозяйств. В прошедшем году местным фермерам удалось добиться хороших показателей урожайности, зерновых и других культур. Увеличенные поголовья крупного и мелкого скота, утверждает местное руководство. В целом сегодня в округе насчитывается более 3000 голов КРС, около 25 тысяч мелкого рогатого скота и порядка 2000 голов лошадей. Основное население занимается сельским хозяйством, растениеводством и животноводством. У нас жесткая багара, но несмотря на это прошедший год по сравнению с 2015 был урожайным. Было собрано 14200 тонн зерновых. Также сегодня успешно реализуется госпрограмма как Сабага, Хлан, Алтназыр и Бирике. По последней программе 25 человек смогли создать кооператив и получить кредиты на сумму около 70 миллионов тенге. И приобрести более 350 голов КРС для дальнейшего откорма. Основная цель на сегодня объединить мелкие крестьянские хозяйства и создать кооперативы, увеличить количество племенного скота и развивать животноводство далее. С охватом дошкольным воспитанием и образованием в селе также нет проблем. Действующего осада на 120 мест достаточно, говорят местные жители. Ключевой проблемой был капитальный ремонт школы, построенный в 1972 году. В истёкшем году решился и этот вопрос. Сегодня в обновленном учебном учреждении обучаются 397 сельских ребят. И показывают весьма неплохие результаты по области. К примеру, по итогам единого национального тестирования в прошлом году выпускница данной школы смогла набрать 124 балла. Сланировка осталась прежней, но поменяли и обновили практически всё. Стены, двери, окна, полы, батареи. Теперь всё новое. Наша школа действительно нуждалась в данном ремонте, ведь она была построена почти полвека назад. И сегодня она ничем не отличается от городских школ. И показатели у нас хорошие. В прошлом году по итогам МНТ средний показатель составил почти 93%. И в этом году планируем стать одними из лучших. У нас в нынешнем году 19 выпускников, два из которых претенденты на Алтенбельга. Отрадный факт для села – развитие малого и среднего бизнеса. Из отчёта Акима в 2016 году в селе открылись продуктовый магазин, хлебопекарня, мясокомбинат и небольшой ресторан, где трудятся 14 местных жителей. Также была построена мельница, которая решила наболевшую проблему со сбытом зерновых. Теперь нерешенным остался один вопрос. Дом культуры сельского округа 1954 года постройки остро нуждается в капитальном ремонте. По словам руководства региона, и этот вопрос будет решен в ближайшее время. Жбек Турганбекова, Ержан Дюссен, телеканал «Житцу» из Кербулакского района. Увеличить посевные площади сахарной свёклы до 1800 гектаров планируется в Искельдинском районе, потому как главная отрасль экономики региона – сельское хозяйство. В перспективе на текущий год и модернизация системы водоснабжения в четырёх населённых пунктах, сдача в эксплуатацию врачебной амбулатории в селе Срымбет. Об этом стало известно в ходе отчётной встречи перед населением Акима из Кельдинского района Жубаны Шануга-Ибекова. По его словам, в 2016 году достигнут рост по всем основным показателям социально-экономического развития региона. Однако в районе охват дошкольным образованием детей составляет чуть более 77,5%, тогда как областной показатель составил 79%. В основной капитал привлечено свыше 4 миллиардов тенге инвестиций. В бюджет поступило почти 1,5 миллиарда тенге, исполнено на 105%. Функционируют более 2000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Стоит отметить, сейчас в районе проводится определённая работа по обеспечению жителей отдалённых сёл и населённых пунктов питьевой водой. В прошлом году прошла реконструкция водопроводных сетей в сёлах Ельта и Тенглик. В этом году ещё в четырёх сёлах планируется обновление системы водоснабжения. В целом объём строительных работ составил 1,5 миллиарда тенге с ростом на 50% к уровню прошлого года. Построено и сдано свыше 9 тысяч квадратных метров жилья, что в разы больше, чем в прошлом году. Участие в отчётной встрече принял первый заместитель Акима Алматинской области. Ляза Турлашев дал ряд поручений. Во-первых, решить один из остро стоящих вопросов о санитарной чистоте райцентра. Во-вторых, увеличить привлечение инвестиций. А также активнее способствовать уменьшению показателей безработицы в районе, что составляет 5%. Экзаменовать по-новому. С нынешнего года выпускников ждёт итоговая аттестация в школах по четырём предметам. А единое национальное тестирование будут сдавать желающие поступить в ВУЗы. Об этих и многих других нововведениях в формат ЕНД рассказал подробно замдиректора Национального центра тестирования Труахта Антумаков. В семинаре приняли участие педагоги со всей Алматинской области. Дина Буранбаева продолжит. Сразу два больших новшества ждут выпускников школ в этом году. Всем им предстоит, как когда-то сдавать экзамены в стенах родного учебного заведения, пояснил коллегам замруководителя Национального центра тестирования. С конца мая до 9 июня 11-ти классники сдадут язык обучения и литературу, казахский либо русский язык, а также алгебру и предмет по выбору. По итогам этих экзаменов и будет выдаваться аттестат. Кстати, медалисты знак Алтын-Бельге будут подтверждать тоже в школе. Нововведение позволит охватить итоговой аттестацией абсолютно всех выпускников школ, подчеркивают педагоги. Во-первых, итоговая аттестация будет получена, как раньше получат они свои аттестаты. И только те выпускники, которые хотели бы продолжить далее в высшую учебную заведение, они будут только звать ИНД. Принцип единого национального тестирования остается прежним, пояснили собравшимся со всей области педагогам. Стартует оно 20 июня по всей стране в 165 центрах тестирования. Однако теперь 50 проходных баллов выпускникам школ надо будет набрать из 140 возможных. В профильных предметах будут вопросы, за которые можно получить два балла. Будут сдавать два блока экзаменов. Первый блок будет для всех желающих. Это будет математическая грамотность, это будет грамотность чтения, и это будет история Казахстана. А вот чем привлекательнее для выпускников этого года? Тем, что теперь они будут сдавать свои профильные предметы, при том предметы будут уже не один, а их два. И тем самым они могут полностью раскрывать все свои знания. Рассказали подробно и о новшествах в комплексном тестировании для окончивших профтехучреждения и выпускников прошлых лет. Их также ждет 5 предметов и 140 возможных баллов. А вот для желающих продолжить образование по родственной специальности выпускникам СУЗов предусмотрено облегченное тестирование всего по двум предметам. Стоит отметить, до начала реализации нового экзаменационного формата подобные обучающие семинары пройдут еще не раз. Дина Буранбаева, Иржан Дюйсен, телеканал ЖТСУ. Представители независимого агентства маркетинговых и социальных исследований провели семинар для сотрудников Управления внутренней политики Алматинской области. Организаторы семинара объяснили тонкости проведения социальных исследований. А наглядным примером им послужил опрос, который проводили с ноября по декабрь прошлого года. С его помощью у жителей пяти регионов были выяснены подробности межэтнических и межконфессиональных ситуаций в каждом из них. Основные просьбы и пожелания населения, их довольства, нынешняя межэтническая ситуация были разобраны на семинарии. А участвовали в нем представители молодежной и внутренней политики и сотрудники неправительственных организаций. Презентация социальных исследований, проведенных в Алматинской области с ноября по декабрь 2016 года. Было охвачено 2000 респондентов, проведены глубинные интервью, фокус-группы, в частности в тех районах Алматинской области, где стоит вопрос возникновения межкультурных, религиозных и межнациональных вопросов. На данный момент мы провели семинар среди сотрудников Управления внутренней политики Алматинской области на тему, как проводить социальные исследования. То есть мы ему показывали наглядные ситуации о том, как эффективно применять качественные и количественные методы исследования. Показали, как разрабатывать техническую спецификацию, как составлять цели и задачи. На основе этих целей и задачи, как разрабатывать оптимальные методы исследования, методы качественных социальных исследований. Далее обзор международных новостей. Власти Парижа принимают все новые меры, ограничивающие автомобильное движение. Если раньше в четные дни было разрешено движение машин с четными номерами, а в нечетные с нечетными, то теперь, чтобы ездить по улицам столицы, водители должны покупать так называемые экологические талоны или, проще говоря, цветные наклейки для автомобилей, обозначающие их возраст и степень опасности для окружающей среды. Самые безвредные транспортные средства с электрическим или водородными двигателями обозначаются зеленым кружком без номера. Мощные дизельные внедорожники и суперкары придется пометить серым стикером с цифрой 5. Париж стал первым городом Франции, который ввел экологические талоны. Не все жители в курсе нововведений. Полицейские останавливают водителей, чтобы сообщить им новость. Свои технологические решения и наноразработки немецкие ученые объединили названием «ловцы энергии». Их идея проста. Специалисты мечтают научиться генерировать энергию при ходьбе. Действительно, передвигаясь в пространстве, мы можем эффективно переводить часть затрачиваемых на ходьбу усилий в электричество. Производимую энергию нужно сохранять, чтобы использовать в дальнейшем. Для этого команда специалистов европейского исследовательского проекта разработала маленькие гибкие и долговечные батарейки, которые можно легко вшить в ткань. И батарейки, и сами генераторы – ловцы энергии. Изготовлены с применением сложных комбинаций нановолокна и керамических наночастиц, дополненных другими добавками. Контроль качества происходит на микроуровне. Ученые рассчитывают вывести новое решение на рынок менее чем через 5 лет. Более 70 любителей воздушных путешествий из 15 стран собрались на горнолыжном курорте Швейцарии. В окрестностях города Шато-Де проходит ежегодный фестиваль воздушных шаров. Там можно посмотреть выступления парашютистов, парапланиристов и воздушных акробатов. Главный пункт программы – полеты разноцветных шаров, наполненных горячим воздухом. Полюбоваться этим зрелищем соберутся до 40 тысяч зрителей. Отметим праздник воздухоплавания в Шато-Де проводится с 1979 года. Именно отсюда в 99-м стартовали пилоты Бертран Пикар и Брайан Джонс, совершившие первое в мире безостановочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Обзор новостей подготовила Эльвира Ликерова по материалам интернет-ресурсов. Электронный портал «Бизнес Трега» пришел на помощь уже не одному предпринимателю. Кроме получения консультаций и юридической правовой помощи, на сайт можно обратиться и в случае незаконной проверки. Так, количество последних в Жамбулской области за истекший год значительно сократилось. Об этом и не только в блоке республиканских новостей. В Жамбулской области существенно сократилось число незаконных проверок в сфере предпринимательства во многом благодаря обращениям бизнесменов на портал «Бизнес Трега». С начала года в регионе было выявлено более 600 подобных негативных фактов. Бывали случаи, когда один и тот же бизнес-проект проверяли по несколько раз. Вмешательство компетентных органов, как реакция на обращение посредством электронного портала, позволило защитить права предпринимателей, а также отменить неплановые ревизии. В Уральске со склада стаб-фонда начали отгрузку муки, растительного масла и сахара. Их закупали по оптовым ценам у местных предпринимателей. Сейчас в связи с подорожанием этой продукции на рынках области отпускают в продажу по сниженным ценам. В стаб-фонде сейчас 272 тонны сахара, 200 тонн муки и 100 тысяч литров подсолнечного масла. Этот объем составляет четверть потребности населения региона. В службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная применению административного законодательства по вопросам регистрации по месту временного пребывания. Об административных мерах по вопросам регистрации граждан рассказал начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Серик Саинов. По словам начальника Департамента миграционной полиции, административные меры по вопросам регистрации граждан будут применяться только после официального опубликования новых правил регистрации. Штрафовать казахстанцев за отсутствие временной регистрации начнут с середины марта. В городе Абай Карагандинской области неизолировано более 20 километров тепловых сетей. Голые трубы ведут к непредвиденным тепловым потерям. При этом тарифы каждый год повышаются, а приборы учета есть не у всех жильцов. Такую картину жители Абая наблюдают в разных районах города. Трубы греют улицу, а между тем они платят за отопление в среднем 4000 деньги в месяц. Обзор подготовили у Лжана Дельханова, Дамира Анитов по материалам интернет-ресурсов. Регулирование цен на лекарства отдано в конкурентную среду. Под контрольными государству останутся лишь те лекарственные препараты, которые закупаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, пояснила сегодня министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дусенова, отвечая на вопрос журналистов о дороговизне лекарств в аптеках Казахстана. Будут ли регулировать цены на социально значимые лекарства и во сколько вылиться отныне поход в аптеку, попыталась выяснить моя коллега Наталья Хоменко. Болеть нынче дорого и, по всей вероятности, дешевле не станет. Регулирование цен на лекарства полностью отдали в конкурентную среду. А это значит, что стоимость жизненно важных препаратов теперь исключительно в руках предпринимателей. Все дорого. Ну, что теперь? Брать надо, если заболеем. А что теперь делать? Ой, не говорите, это вообще ужас. В одной аптеке так, в другой так. Если что-то надо купить, объезжаем весь город. Цены надо сбавить, потому что вот у меня внучка заболела, и я пошла на три тысячи набрала ей там этих лекарств. Это очень дорого, тем более для детей. Цены ужасные, никто их не контролирует. Как вы считаете, что нужно предпринять? Я считаю, что нужно, как раньше, отдать это все в духе государства, в частной руке. Контролировать отныне государство будет лишь те препараты, которые закупают само в рамках объема бесплатной медицинской помощи. Как пояснили в областном комитете фармконтроля, сдерживать цены даже на перечень социально значимых лекарств они отныне не вправе. Меморандум за прошлый год, совершившись наименованием лекарственных средств, он был, состоялся. Мы постоянно его мониторировали по области, и завышение цен не наблюдалось. В соответствии с положением нашего департамента, в наши функции не входит контроль обток и розвитки цен на лекарственных средств, объект фармацевтической деятельности. Это частная предпринимательство, с законом она все ограничена. Для того, чтобы проверить это все, нам нужны веские основания для регистрации в прокуратуре. В Талдыкургане свыше 100 аптек, и в каждой своя ценовая политика. Как показывает мониторинг, мелкие торговые точки упор делают на цены, крупные берут объемами. Самая большая городская аптека – центральная. В ассортименте свыше 3000 наименований лекарственных средств. В день обслуживают свыше 200 клиентов. Основной контингент – люди старше 60-ти. По лекарствам больше, конечно, нас приобретают люди, которые уже после 60-ти, пенсионеры. Так, как говорю, вот если приходит молодежь, они даже если болеют, как-то стараются, говорят, что может еще переболеть, сами как-то то берут, то не берут лекарства. А вот уже пенсионеры, они уже, как вот им врач прописал, строго, все, сколько надо, столько давайте, на цены не смотрят, но, конечно, спрашивают. Продажи, говорит специалист, имеют сезонный характер. Летом нарасхват противоаллергенные препараты, таблетки от гипертонии и лекарства от кишечных инфекций. Зимой, как правило, востребованы лекарства от гриппа и ОРВИ. Впрочем, в рейтинге самых популярных, вне зависимости от сезона и погоды, привычные мукалтин, валидол, цитрамон, левомицетин, корвалол, парацетамол и аспирин. Аптекари называют их социально значимыми и не намерены повышать стоимость, даже в отсутствии специального меморандума. Также мы будем, у нас цены будут такие, какие у нас были, независимо будет меморанд, отменится или наоборот его опять вступит в силу. Мы будем цены также держать, поддерживать так, как у нас было раньше. Всегда поднимать не будем. Работают сегодня местные аптекари в основном с фармкомпаниями России, Белоруссии, Турции, Индии и Европы. 60% ассортимента отечественные препараты уверяют бизнесмены. И не всегда их цены ниже зарубежных. Словом, от поставщиков напрямую зависит и колебание цен на местном рынке. Впрочем, пока резких скачков не прогнозируют. С Нового года пока не ожидается никаких повышений. Думаю, и не будет. Так что населению беспокоиться, по-моему, не стоит. Где-то процентов 60 отечественные производители, Ченкентфарм, Алматинский этот Нобель. Они тоже стараются держать цену поставщики. Лекарство – это такой продукт, чисто жизненно необходимый. Так что и они не собираются. Ну, если с курсом изменения доллара, который зарубежный препарат, если будет повышать, то они будут. Ну, скорее всего, пока такого ничего не ожидается. Цены будем держать на ближнем рынке. Свободный рынок диктует цены. И как они изменятся дальше, предположить сложно. Остается уповать на более дешевые аналоги дорогих лекарств и вспомнить бабушкины рецепты из народной медицины. К новой технологии возделывания овощей приступил житель села Кабанбай Алакольского района. Огурцы, помидоры и томаты он намерен выращивать в солнечном вегетарии. Такую технологию в этом районе используют впервые. Что из всего этого получилось, узнавала наша съемочная группа. Эту теплицу в 10 соток Айбол Булсанбеков называет своим дичищем. Здесь он проводит буквально круглые сутки и следит за каждым стебельком рассады. Уж больно много труда было вложено в воплощение этой идеи. Технологию возделывания овощей Айбол перенял у российских аграриев. Несколько месяцев он стажировался в одном из тепличных хозяйств Суздальского района, где от начала до конца следил за всем технологическим процессом. Я эксперименту делал у себя дома маленькую теплицу. Эксперимент прошел удачно. Теперь вот расширился. И построили вот такой вот солнечный вегетарий. Она построена по инновационной технологии. Она себя сама греет за счет солнца до минус 10 градусов. Отопление требуется только в холодные периоды, как январь, февраль месяц. Остальной период он сам себя отапливает, получается. Очень большое энергосбережение. Первые огурцы планируют собрать уже в феврале. Долгожданным урожай станет не только для самого агрария, но и для жителей всего поселка. Им, как потребителям, приходилось соглашаться на любые условия и закупать импортные овощи по высоким ценам. Причем не всегда качественные. Аграрий же обещает землякам доступную по цене продукцию, а самое главное – экологически чистую. Выращивает овощи на натуральном гумусе, который здесь вырабатывают завезенные калифорнийские черви. Словом, за ними тоже нужен уход. Эти калифорнийские черви активные. Получается, они перерабатывают навоз, там, все, что угодно, растительную среду, и превращают в биогумус, который, например, в наших магазинах стоит недешево. Для любого растения важно азот и калий. Все, это самое главное. Основной микромилен, вот он именно дает азот и калий. Мы купили, например, для начала 2000 червей. Они размножаются, вот сейчас даже их, они подсчету не поддаются, в принципе. Тонну навоза они перерабатывают, ну, тысяч 20-30 червей надо, чтобы переработать в течение двух-трех месяцев. Открыть теплицу аграрию помогли местные власти, отведя под парники один гектар земли. Нынешним летом здесь будет построено еще две теплицы – под томаты и сладкий перец. Лаура Байбачанова, Жеслар Шенкенжи, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Юношеская сборная Казахстана по футболу в возрасте до 19 лет стала серебряным призером мемориала Гранаткина 2017. Валентин Гранаткин – известный советский футболист, один из самых влиятельных людей в мировом футболе в послевоенные годы, который более 30 лет был вице-президентом Международной федерации футбола. И престижные международные турниры в его память проходил в Санкт-Петербурге. Наша сборная показала яркую игру. Стоит отметить, что команда Казахстана в данном соревновании впервые занимает призовое место. Хотя буквально по итогам прошлого года была в турнирной таблице на 10-м месте. Соперниками юноши Казахстана стали опытные команды из Словении, Греции, Латвии и Азербайджана. В упорной борьбе наши футболисты обошли всех по количеству набранных очков. Однако в финальной игре уступили хозяевам турнира команде «Россия», таким образом став обладателем серебряной медали. Стоит отметить, что сразу два игрока нашей команды вошли в список лучших игроков турнира. Лучшим нападающим призван Иркебулан Сидахмед, а капитан команды Айдос Урал стал лучшим полузащитником. Соревнования проходили с 7 по 22 января. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова